Обучение в российских вузах пользуется большой популярностью среди молодежи Кыргызстана. Специально для вас мы поговорили с некоторыми студентами, которые обучаются в российских вузах. Мы постарались узнать у наших собеседников, как они смогли поступить в российский вуз, как им там живется и учится, и какие советы они могут дать абитуриентам, желающим учиться в России. Учусь в Высшей школе экономики на факультете мировой экономики на втором курсе. Я обучаюсь в Высшей школе экономики на первом курсе магистратуры, уже оканчиваю данный курс на факультете мировой экономики по направлению международной финансы. Я в настоящее время обучаюсь в Российской академии музыки имени Гнесиных на вокальном факультете. Заканчиваю в этом году второй курс бакалавриата, еще два года обучения у меня. Я поступала напрямую через вступительные своего университета. Я поступала по экзаменам с выездной комиссии Высшей школы экономики. Они непосредственно сюда прилетали, мы сдавали им экзамены, и был второй аспект по поступлению, который заключался в портфолио. В целом, я поступала напрямую уже непосредственно в ВУЗ по обращению. У них там на сайте вся информация расписана, все документы, которые нужно предоставить для поступления, все, что нужно, там все есть. Почему я выбрал Академию музыки Гнесиных? Потому что это действительно один из лучших музыкальных ВУЗов России. И плюс к тому, дело в том, что когда ты подаешь документы на квоту, ты выбираешь минимум, по-моему, там три города надо выбрать и три разных ВУЗа. Ну, имеется в виду, три ВУЗа по специальности, по направлению, которые ты указываешь. У меня там музыкальные направления, и туда входили из таких вот ведущих ВУЗов. Там был Новосибирский, по-моему, университет, Питерская консерватория была, а в Москве была из всех, которые были в ВУЗе на тот момент в перечне, мне казалось, что самый лучший такой вариант, вернее, это Академия музыки Гнесиных. Очень скучала по дому, по семье, по своим друзьям, и было трудно адаптироваться в университете, потому что это совершенно другая атмосфера, не похожая на атмосферу в школе. Трудность заключалась конкретно только в таком моральном плане, потому что это все-таки другая страна. Тут совсем какие-то условно другие законы, какие-то есть определенные различия, та же самая инфраструктура, которой нет у нас. Например, вот у нас первое время сложность была в одном инфраструктуре, связанной с метро, например. Мы очень сильно с ребятами путались первое время, но потом привыкли, сложность ушла. А самая главная сложность – это только моральная составляющая, потому что, во-первых, тяжело учиться на самом деле. Во-вторых, первое время казалось, что здесь все как будто чужое, но, опять же, с этим сталкивается абсолютно каждый человек, который, в принципе, куда-либо переезжает на какой-то определенный срок, либо на ПМЖ, к примеру. Поэтому это все временно, это все прошло. На данный момент никаких сложностей нет, все нормально, все устраивает. Единственная сложность – это четыре сессии в год. Опять же, та же самая структура образовательной программы, а у нас было две сессии в год. Поэтому в целом все отлично. Со временем все сложности проходят, и уже просто делайте свое дело, занимайтесь своими делами. Я живу в Москве в общежитии. Рядом друзья, одногруппники и ребята с моего факультета, поэтому всегда есть к кому обратиться за помощью, задать вопрос, попросить совета. А студенческие будни проходят довольно весело, потому что мы все вместе, но в основном, конечно, заняты учебой. Времени на отдых и прогулки не так много. Напротив моего корпуса в университете находится Кыргызское посольство, и каждый день, когда я иду туда из метро, смотрю, грущу и вспоминаю о доме. Вот я сейчас как раз нахожусь в общежитии Академии Гнесиных. Безусловно, предоставляется общежитие, стипендия выделяется. При условии хорошей учебы и определенной активности в социальных каких-то проектах Академии, в конкурсах выделяется и повышенная стипендия. Плюс есть там, по-моему, во всех вузах есть какие-то социальные стипендии, то есть для тех, кто из многодетных семей, в каком-то тяжелом материальном положении. То есть в этом плане все как-то продумано, да. С весны началась эта вообще мировая пандемия, и у нас вот первые полгода она проходила в обычном мощном формате. Все было очень интересно, здорово. Вообще в целом, конечно, организация довольно на высоком уровне. Здесь и большие просторные классы, и соответствующие педагоги, интересные занятия, лекции. Занятия по специальности, конечно, то есть наш вокал, оперный класс. Вот с этого года у нас изучение оперных партий введено. То есть нам дается возможность выучить какие-то оперные роли, которые мы выбираем из репертуара спектаклей, которые идут в самой Академии. В Академии есть своя оперная студия, где идет определенное количество спектаклей, и все солисты, они набираются из числа студентов. И оркестр тоже. То есть это такая возможность непосредственно на практике осваивать материал. И проводятся премьеры этих спектаклей, продаются билеты, то есть это прямо вот ты ощущаешь такое погружение уже в театральную среду. То есть это одно дело петь в классе или в небольшом помещении, другое дело это в концертном зале с оркестром. Поешь целиком оперную партию с декорациями, с мизансценами. Это все очень здорово. Для абитурентов, для нынешних студентов-бакалавриата хотелось бы, конечно, пожелать им, чтобы они выбирали максимально правильно ВУЗ, прям максимально серьезно к этому отнеслись, потому что в первую очередь люди поступают в университет для того, чтобы получать знания и быть конкурентоспособным на рынке. Вот, это очень важно. Во-вторых, во время учебы в том же самом бакалавриате, либо в школе собирать максимально конкурентный портфолио, участвовать максимально везде, организовывать различного рода мероприятия. Ну быть целым активистом для того, чтобы собрать портфолио и уже намного легче поступить в ВУЗ условно своей мечты. Вот, и опять же, выбирать ВУЗ максимально объективно, с независимой своей оценкой и одной целью – это все-таки получить знания, которые вам понадобятся в дальнейшем будущем. И ничего не бояться, в этом нет ничего страшного. Все поступают, все через это проходят, все заканчивают, все будет отлично, и выпустись вы крутым специалистом. Главное – просто терпение. Вот. По возможности нужно уже с девятого класса начать участвовать в разных олимпиадах, потому что приемная комиссия в первую очередь смотрит на портфолио. Ну, вообще, в принципе, независимо от того, ВУЗа – это Россия, Европа, Кыргызстан и чего угодно, я просто на своем примере, то есть оканчивая школу, я не имел музыкального образования, но почувствовал, что мне хочется этим заниматься, и не могу сказать, что вопреки всей семье, но никто этого не ожидал, я выбрал именно вот это музыкальное направление, и в принципе, я не жалею, потому что много всего в моей жизни интересного произошло и происходит именно благодаря моему тому шагу. Поэтому я советую прежде всего определиться с тем, чем вы действительно хотите заниматься, не то, что модно, не то, что вам говорят родители, родственники, а именно прислушаться к своему сердцу, к своему внутреннему голосу, понять, о чем вы думаете, чего вы хотите, о чем вы мечтаете. Потому что, ну, известная фраза, да, если вы занимаетесь тем, что вам нравится, то вы никогда не будете работать, что это не будет для вас каким-то трудоемким таким и болезненным процессом, вы будете получать удовольствие от этого. Будут какие-то сложности, безусловно, они должны быть, но вам будет интересно их преодолевать. Поэтому выберите то, что вам интересно, что вы хотите изучать, чем вы хотите заниматься. По возможности, конечно, не каждый может это сразу понять, но постарайтесь это сделать. И, соответственно, определившись, узнавайте, в каких вузах обучают данные специальности, на каком уровне проходит обучение. В моем случае, например, музыкальном, важно еще иметь личный контакт с педагогами, да, то есть знать, какой педагог как обучает, где какой уровень подготовки. То есть нужно собрать как можно больше сведений и уже исходя из этого выбирать вуз, кафедру, направление подготовки свое и, соответственно, с этим строить все дальнейшее обучение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!